друзья всем привет в этом видео хочу рассказать о полном уходе вот за этой вот орхидеи начиная от ее покупки пересадки подкормки других процедур с этой орхидеи и вот до этого вот такого вот пышного цветения друзья в этом сезоне орхидея порадовала двумя цветоносами выросшими с нуля и один цветонос она раскуклила прошлогодний и в итоге это орхидея sunset love выдала свыше 40 цветочков вот такая вот красота наверное где-то месяц полтора назад я снимал видео обзор про эту орхидею в сравнении с орхидеи бронзовым будды и с орхидеи лека лека будда которую мы буквально где она лека будда которую мы в ближайшие дни вместе с вами я сейчас все достану вот она лека будда вот такая вот и в ближайшие дни мы вместе с вами эту леку буду распотрошим и пересадим но речь не они а вот об этой вот красот красотки в общем хочу в этом видео как и обещал полностью раскрыть ее уход а уход у нее был индивидуальный относительно других наших с вами красоток но уход уже проверенный до этого не один год и так с чего начнем значит когда появилась эта орхидея эта орхидея появилась у меня четыре года назад было у нее первое магазинное цветение обычным маленьким вот таким вот примерно вот как вот этот вот маленький цветоносик прошлогодний и вот такой вот у нее объем значит был цветочков и начиная с момента ее появления четыре года назад я ее периодически раз в две недели ну собственно говоря как и поливаю я орхидеи в среднем зимой это раз в две недели летом это раз в 10 дней ну по необходимости раз в неделю то есть ну за у нас жаркий климат сухой жаркий климат и эту орхидею наверное через год полтора в общем два года назад с небольшим эту орхидею я пересадил вот в такой вот горшок арты двойной горшок арты и посадка друзья грунт у этой орхидеи состоит из обычный простой коры простой коры друзья вот такой вот кора самая дешевая которая продавалась и продается сейчас в люра мерлен друзья да я покупал ее в люра мерлен вот такого то она там качество у нас много очень много орхидеи посажена с применением вот этой вот коры значит 60 процентов вот такой коры 40 процентов вот такого вот пеностекла ну grow plant или еще под видом продается под видом но на на дренажа вот вы видите здесь присутствует этот grow plant и обычная обычная кора плюс еще здесь присутствует вот такой вот древесный уголь его здесь буквально немного ну может быть вот где-то вот наверное две-три вот таких вот горстки я бросил вот в этот вот горшок думая о том что эту орхидею я возможно когда-нибудь буду держать на мокрых пяточках а там где у нас находится постоянно вода нужен абсорбирующие вещество это уголь хорошим средством выступает ну плюс еще он частично от некоторых насекомых которые любят залезть в грунт и попитаться живой органикой уголь хорошо их отпугивает вот значит два с небольшим года назад это орхидея была пересажена вот в этот вот грунт до этого момента она цвела не особо обширно и после пересадки с этой орхидеи я перешел на постоянную подкормку этой орхидеи это буйское удобрение самое бюджетное самое но наверное дешевое на сегодняшний день и доступное удобрение которое можно купить в сети но не в сетевых магазинах но в люра мерли не продается ваша не продается в обе продается плюс на сайте у буйских удобрений можно приобрести это удобрение у нас она продается по я буквально недавно обзор показывал 39 рублей стоит вот этот вот флакончик значит как я это удобрение применял я его применял каждый полив друзья до каждый полив а поливал эту орхидею в летний период раз в 10 дней в зимний период раз в две недели раз две недели но добавлял удобрение не по инструкции и удобрять начал орхидею как только она магазинным цветением отцвела после пересадки сразу же буквально через две-три недели после пересадки начал я и удобрять сама поливать и удобрять замачиванием то есть добавлял в каждый полив немножко вот этого буйского удобрения из расчета 2 миллилитра на литр воды вот сюда вот в горшок вот в этот вот друзья при поливе при замачивании помещается ровно литр воды вот до этой высоты то есть несмотря на то что горшок больше двух литров объем но с учетом того что внутри у нас находится грунт да и объем заполнен грунтом то литр воды сюда замечательно входит вот так вот остается до высоты вот литр воды и вот на этот на этот литр воды я накапывал вот этого буйского удобрения буквально вот 2 миллилитра я уже показывал что у меня есть вот такие вот мерные колпачки а это мерные колпачки вот от этих вот удобрений то есть буйского удобрения продается вот с таким колпачком и здесь деление начиная от двух с половиной миллилитров пять семь с половиной двенадцать с половиной десять пятнадцать в общем до 20 вот два миллилитра я накапывал сюда и добавлял на литр воды и каждый полив я поливал с момент ее пересадки чуть больше двух лет назад вот в прошлом году друзья это орхидея выдала два цветоноса но один точнее два цветоноса до два цветоноса но один цветонос а был маленький небольшой вот он сухой от него остался это орхидея у нее свисал вот здесь вот на полке свисал цветонос и один вот такой вот небольшой вот он обрезанный один она значит этот старый она от сну отсушила этот цветонос на до этого года остался и вот он раскуплил вот эту вот почечку верхнюю плюс еще два новых вырастил цветоноса здесь у нас есть предыдущего года позапрошлого года цветения и здесь вот из грунта выступает цветонос еще магазинный сухой пенек то есть все года цветения ее имеются но на чем хочу остановить заострить внимание на том что начиная с подкормки буйскими удобрениями с каждым поливом орхидея стала цвести намного намного пышнее в прошлом году после буйских удобрений у нее было два цветоноса сказал один послав же другой покрупнее и честно я не помню сколько цветочков было но меньше чем сейчас но больше чем до этого и вот сегодняшнее цветение вот такое вот друзья на 40 с лишним цветов на 40 с лишним цветов вот так выглядит sunset love более качественно посмотреть его цветение можно я оставлю ссылочку где я его снимал буквально там месяц полтора назад в обзоре вот этот sunset love чик в сравнении с лека будды и сравнение с бронзовой будды потому что некоторые зрители когда я вскользь его показываю sunset love рассказывают что ой у меня такая есть а на самом деле это может быть другая орхидея кто-то лека будды смотрит и говорит ой у меня такая есть оказывается это sunset love у них есть либо смотрят бронзового буду который вот там стоит рядом со мной ароматный у него на бой более насыщенный аромат чем у sunset love sunset love он такой знаете такой далекий-далекий такой еле уловимый аромат в общем приятный хороший что еще из кроме подкормок друзья но по грунту я уже сказал самый обычный дешевая кора она и сейчас у нас продается под этим брендом таким вот зеленым ядовитым цветом и в такой же упаковке продается керамзит я видел и кора до сих пор продается в такую кору такое пеностекло и значит буйское удобрение и значит три раза в год ну получается раз в три тире в четыре месяца раз в три в четыре месяца ну минимум три точно помню каждый год обрабатываю эту орхидею против насекомых вредителей это вот этим средством оберон рапид оберон рапид она дорогое средство стал я только сейчас практически им обрабатываю но еще актару держу для чисто для таких знаете нужд каких-нибудь но давно не пользовался уже актары но на всякий случай держу актару но в основном пользуюсь полностью всю коллекцию оберон рапидом оберон рапид справляется и с клещами прекрасно со всеми и с начальной стадии трипсов в общем средство очень хорошие с учетом если опрыскивать полностью хорошо растение чтобы вся поверхность была покрыта этим раствором про оберон рапид друзья у нас есть на канале видео называют плейлист в котором все там про оберон рапид рассказано как мы применяем в общем в общем средство такое очень хорошее помимо обработки от насекомых вредителей эту орхидею я еще профилактически от грибково-бактериальных каких-то заболеваний обрабатывал и думаю что продолжу обрабатывать раз в пару тоже в тройку месяцев ну когда-то забывал обработать когда-то нет но периодически обрабатывал это топазом друзья вот этим вот топазом есть вот в таких 10 миллилитровых есть в ампулах стеклянных топаз продается его редко подделывают да сейчас практически не подделывают у него специфический такой запах и раствор в воде такой молочного цвета приобретает окрас вода и значит этим средством друзья топазом я обрабатывал один раз в два ну может быть самый большой срок в три месяца есть у нас видео на не видео а плейлист тоже на канале который называется топаз для орхидей и в этом плейлисте собраны все видео в котором в которых я по-разному применяют опас и исключительно по-разному то есть и разбавлены и слабо разбавлены и сильно разбавлены по инструкции и мажем и корни и опрыскивающим все значит орхидею друзья я и опрыскивал по листьям топазом и добавлял по замачивал по инструкции в общем все по инструкции делал вот этим средством топазом все вот последние два с небольшим года за ней уход вот такой как я рассказал до этого она росла у меня в магазинном горшке практически ну вот как появилась почти два года ну два полтора года точно полтора года точно это орхидея росла в магазинном горшке и плюс вот два с небольшим годом то есть получается четыре года это орхидея у меня и это ее третье именно домашнее цветение первое цветение было магазинное и долго она практически цвела и вот три домашних цветений вот это вот третье домашнее цветение друзья вот такая вот красотка листья пыльные значит на вопрос то что часто меня задают вопрос как часто ты протираешь листья друзья вот я даже боюсь обмануть и слукавить с какой частотой я протираю листья в принципе вообще этим не занимаюсь на всей вот их орхидеи плюс-минус там три сотни ну это просто нереально протереть листья поэтому они как есть такие есть было ну максимум что это вот когда опрыскиваешь да и вода стекает это вот максимум что ну происходит с мытьем листьев но это опрыскивание не мытьем а опрыскивание например вот топазом до или там опрыскиваю ну вот средством вот оберонов до опрыскиваю опрыскиваю какие-то там орхидеи стимулятором да там энерджайзером энергетическим стимулятором нашим сукцинатом аммония еще чем-то опрыск все то есть вот чисто просто специально протирать листья я этим не занимаюсь и как-то вообще и не занимался никогда одно дело когда 1 2 там 10 орхидей и совсем другое дело когда их больше ста орхидей все вот такой вот уход за этой орхидеи а немаловажный момент значит вопрос температурного режима но это орхидея всегда стояла здесь до этого стояла внизу на первом этаже в другом помещении но она никогда не стояла это орхидея после покупки никогда не стояла на подоконнике либо вот на дневном освещении это орхидея всегда находилась под вот этими светильниками который вы видите на задних стеллажах у меня это светильники yunel 18 ваттные все вот этот это то это освещение было вот все четыре года у нее и последние наверное полгода как она начала 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 цвести а цветет она уже не один месяц я ее переместил вот сюда буквально на вытянутую руку от меня но в обзорах я ее показывал вам сейчас я ее поставил после полива вот сюда на задний план чтобы вы любовались а вот сюда между между май и легату я ее поставил чтобы она радовала вас вот сейчас она будет здесь на заднем плане стоять а до этого она стояла вот на дальнем стеллаже самом в углу который буквально сколько там два с половиной метра и свет из окна практически не попадает вообще потому что рассвет у меня прямо по курсу встает и даже туда солнечные лучи не попадают солнечные лучи попадают только вот на этот стеллаж когда рассвет и вот сюда когда рассвет ну и чуть-чуть вот как ну ближе когда солнце уходит на запад все больше света в этой комнате нету поэтому здесь включены постоянно осветительные приборы для вот растений юнел 18 ваттный время подсветки в летнее время я сокращаю подсветку автоматическая у меня на таймере включается все в зимнее время увеличиваю подсветку но когда конечно цветы цветут в своей общей массе то стараюсь чтобы подсветка была не менее 12 часов лучше 14 часов чтобы было светильники в общей в общей сложности работали когда большая часть орхидеи отдыхает то тогда у меня подсветка ну где-то 12 часов вот до 12 часов на таймере все я выставляю и таймер у меня работает все включает выключает все друзья вот такая вот вот такой вот уход если что-то не ответил на какие-то вопросы задавайте в комментариях под этим видео я обязательно отвечу в общем друзья вот кстати в такой посадке я еще хочу маленькую такую марочку сделать кора обычная кора можно и вместо обычной коры взять необычную архиату и второй компонент это пена стекло у нас не одна вот эта посадка у нас много посадок в такие вот в такой грунт в такой составной и я вот скажу что это наверное он один из самых лучших один из самых лучших потому что в нем прекрасно у нас орхидеи растут одной из первых орхидей да нет наверно одной из первой орхидея посадил орхидею которую в прошлом году мы с вами разыграли на нашем канале golden amber золотые угольки так переводится фисташково-желтая орхидея которая досталась ирине кутеповой с астраханской области они мимо проезжали я и вручил ее приз это была первая орхидея которую мы посадили вот в такую составной грунт еще наверное года три назад до когда только пена стекло появилась и следом от sunset love я пересадил и вот у ирины ирине доставшиеся орхидея она просто космически разрослась корни там в палец то есть тоже понравился этот грунт и и уже глядя на этот грунт посадил и sunset love и у нас из знаменитых орхидеи это flaming jazz орхидея у нее тоже свой плейлист имеется это без точки роста орхидея но мы ее посадили сломанная была там два года назад до посадили орхидея нарастила шикарную корневую систему в таком же в такой же посадке да но только стандартный был горшок обычно не двойной арте а стандартный и дала детку которая еще и зацвела но я недавно обзор этой орхидеи показывал в общем вот такой друзья уход с поливом понятно это замачивание на да наверное не успел сказать до замачивания значит каждый полив это 2 миллилитра на литр воды удобрение буйская и заливал вот как я уже сказал вот на такую высоту как раз литр помещается но это от плотности грунта зависит сколько воды и и сколько держал друзья ну в среднем наверное но не в среднем а от от минимум 30 минут максимум до полутора часов то есть это все зависело нет специально выбранного времени а зависело от того ну как быстро я вот ну пройду круг полива то есть вот начинаю со стеллажей да могу отвлекаться еще что-то замочил орхидеи они стоят в воде раз кто-то меня отвлек по телефону еще что-то и получилось там не не 30 минут она у меня стоит а уже там час стоит ну вот как вот то есть минимум действительно 30 минут и максимум часа полтора вот такой полив и это независимо лето осень весна зима то есть как получится то есть строго какого-то времени определенного часового не было но полив я же говорю еще раз чистота полива это один раз зимой это в две недели там ну плюс-минус два-три дня в зависимости от сильнее включал отопление слабее включал отопление ну какая температура была и значит летом жарко прохладно да ну кондиционер сплит система работает принципе одну и ту же температуру держит но бывает так что там у нас электричество выключили и сплит не работает и тут сразу жара наступает на улице очень сильная жара все-таки и сухой воздух заходит поэтому естественно чаще приходилось поливать и подольше держать орхидею в воде ну вот такой вот уход что касается общей влажности друзья но общая слава влажность у нас вообще во всем жилье человеческом в европейской части европы европейская часть влажность у всех в принципе она одинаковая 30 тонн до 55 процентов это достаточная влажность чтобы орхидеи любые гибридные фаленопсисы прекрасно себя чувствовали в домашних условиях при достаточном количестве света а с окна на подоконнике просто при правильном поливе используя правильный полив все друзья надеюсь я ответил на вопрос потому что задавали вопрос когда обзор делал а этой орхидеи как как ухаживаю ну вот так вот я и ухаживаю вот такая вот красота все друзья все плейлисты у нас имеются еще раз напоминаю что в этом году у нас продолжается розыгрыш прошлый год мы разыграли 60 на орхидеи на нашем канале в этом году мы продолжаем в апреле у нас уже я так думаю что 5 орхидей мы разыграем для подписчиков группы архомания вконтакте для донов которые подписались на розыгрыш уже там свыше 400 человек да и парочку точно мы разыграем для на нашем для зрителей нашего канала в общем в апреле орхидеи 7 точно мы разыграем будем это все разыгрывать одним прямым эфиром о котором вы все все участники узнаете когда и во сколько мы будем это все делать то есть заблаговременно я предупрежу это все будет в апреле все друзья всем хорошего настроения кстати в группу вархомания подписаться зайти стать доном можно по ссылочке в описании под этим видео всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока